Образование 21 век. Что нового, на ваш взгляд, появилось в нашем образовании за 17 лет? Восприятие интернета как мощнейшего образовательного ресурса. Это не было в 90-е годы. Я помню, что когда мы у себя в школе устанавливали компьютеры, он говорит, давайте еще купим модем. Зачем этот модем? Ну, к интернету. Да зачем им нужен этот интернет? Все можно найти на радиобарахолке. Любые компьютерные программы, пожалуйста, все есть, не нужно ничего скачивать. Вот эти последние 17 лет уже никто и не мыслит, что без от этого открытого информационного поля возможно нынешнее образование. Это, безусловно, самый мощный такой вот прорыв. А как вы считаете, изменилась ли качественно наша система образования? Многие учителя сейчас пробуют кто как в меру своего понимания, в меру исходных навыков каких-то ориентироваться на то, чтобы становиться вот этим проводником, а не транслятором. Ну, точнее, как сказать, навигатором, что ли, а не транслятором. Когда они помогают детям разобраться с тем, что происходит, они дают единственную правильную картину. Появился такой тренд, что родители своих детей забирают на домашнее образование и так далее. Все-таки недовольство, школьная система есть. Вот как вы считаете, с чем это связано? Уже несколько тысяч семей московских это делают. Это связано, с одной стороны, с тем, что они понимают значимость индивидуальных образовательных траекторий и считают, что если ребенку что-то интересно, и он упорно, как бы мы сейчас сказали, наращивает компетенции в этой области, то это принесет ему значительно больше, нежели чем вот такое насилие отрывочных знаний отовсюду. Ну, пусть он здесь, грубо говоря, на тройку знает, но вот здесь зато его как бы это цепляет, и это очень хорошо. Раньше это редкое было решение. Мы считали, что должна быть гармонически развитая личность. По всем фронтам ты должен быть успешен. А сейчас это как-то ушло. Вы знаете, я не думаю, что оно будет расти в геометрической прогрессии. Я думаю, что оно наберет определенный общественный интерес, ну, максимум 7-8% в ближайшее время. И вот как-то на этом немножко устоится. Потому что, во-первых, и школы меняются, да, они тоже элементы индивидуальных образовательных программ используют. И сами семьи начинают менять школу. В семейном образовании мы можем заметить, что достаточно много разных сайтов, которые говорят о том, как его организовать. Постепенно эти сайты обрастут консультантами. В общем, постепенно все это тоже превратится в школу. В систему, да. В школу, но такую распределенную. И семейное образование само себя переживет. Она сначала как бы заботилась на таком изолированном образовании ребенка от всех, а дальше они начинают кооперироваться с друг другом. Возникают элементы, когда они собирают детей вместе. В общем, это снова превращается в школу, но другую. То есть может такое произойти, что школа преобразуется снизу? Школы – такой организм, который всегда преобразовался снизу. Даже великий проект Яна Амоса Каменского, которого считают основателем нынешней школы и создателем классно-урочной системы, во многом ведь он опирался именно на низовые интересы, когда нужно было спасти чешскую нацию, консолидировать совершенно разные чешские общины в единое вот такое национальное поле. И для этого и возникла классно-урочная система. И те лидеры из разных стран, и голландцы, и англичане, которые его к себе приглашали, и в качестве политического деятеля звали на то, чтобы решить тот или иной проект, он же был гениальный переговорщик. Вот надо учитывать, что с точки зрения своего политического ресурса для королей Европы Яна Москаменский был никакой не создатель классно-урочной системы. Он был гениальный переговорщик. Он предотвращал войны. Вот в этом его драйв был определенный. Он умел перекладывать с одного языка на другой. Он сам, когда преподавал в школе, его дети ценили за вот это неожиданное открытие творческие, которое он находил в них. Он в этом смысле очень чувствовал естественный ход событий и мог им управлять, находить вин-вин решения. Решения, которые взаимовыгодные. Именно на этом базисе и возникла педагогика. То есть он был из тех, кто в период возрождения вот это воинствующее средневековье усмирял. И классно-урочная система был просто один из элементов вот этого усмирения. А как вы считаете, она себя изжила или нет? Мне кажется, понятие немножко себя изжило, потому что наивно думать, что школа состоит только из деления детей на классы и порционных уроков для них. Школа уже более многообразные события. Это и кружки, и секции, и какие-то разговоры по душам, которые случаются, индивидуальные встречи, что-то вместе с родителями. Вот вчера я был в гимназе Алимаматор в Петербурге, с которыми мы дружим. И там были такие занятия вместе с родителями, взрослыми, учителями, несколько студий, где они пробовали самоопределяться в отношении того, какую школу они хотят строить. Играя в театр, рисуя, споря в дискуссионных клубах, делая поделки какие-то. В какой школе вы хотели бы учиться? Расскажите, идеальная школа в вашем представлении? Идеальная школа – это возможность при изучении того или иного культурного феномена оказаться там, где этот феномен представлен. То есть если вы изучаете культуру Древней Греции, вы раз и оказались там. Если вы изучаете Америку, вы раз и оказались там. Если вы изучаете прошлое, вы на машине времени переместились туда. Мне кажется, вот эта школа, где ты абсолютно независим от ограничений не только информации, но и времени, и пространства, вот это самое интересное. Когда evidence, когда я могу доказать то, что я сказал здесь и сейчас, доказательства, я могу получить просто натурально, показав это. Это, конечно, трудно с математикой. Вот тем разделом, которым я занимался, энмерные пространства. Надо же, надо себя помыслить в энмерном пространстве. Ну и на самом деле, мне кажется, и с историей тоже не поможет, потому что даже когда ты там оказываешься, это становится настоящим, и точно так же много точек зрения. Сейчас же нет константы. Вот есть события, и люди по-разному его трактуют. Помните Дон Ромата «Трудно быть Богом», значит, когда он пытался со своей меркой преобразовывать это общество. Ну да, 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 другое общество. И ничего у него не получилось, потому что люди просто мыслили иначе. Вот, и хотя он и сам пробовал на себе то мышление, и всё равно у него ничего не получилось. Но вместе с тем, как бы образовательная реальность, образовательная рефлексия, она именно на то и направлена, чтобы понять, в чём ограниченность твоего способа мышления. Погружаешься в другую эпоху, понимаешь, как там всё настроено, и понимаешь, почему не можешь с этим мышлением действовать там. Что такое навыки 21 века? Можете ли вы их перечислить? Вы знаете, я встречал кучу исследований, да и мы сами этим грешим. Там 4К, когда говорят о креативности, критическом мышлении, коммуникации, кооперации. Есть чудесные решения по навыкам будущего Transversal Competences, вот эти сквозные компетенции у финнов. Есть прекрасные решения у англичан, есть интересные решения у канадцев. Наши японские друзья, которые недавно приглашали рассказать про педообразование в России, рассказывали мне о том, какие типы компетенции они видят. И они у всех разные или они пересекаются в чём-то? Они в чём-то пересекаются, но я для себя решил, что на самом деле неважно, какая система компетенции будет признана правильной. Вот я, честно говоря, для меня это вот открытие для самого себя этого года, потому что ещё в прошлом году я считал, что всё-таки надо логистически стройную систему компетенций найти. И как-то до этого говорится. Сейчас я участвуя в проекте GALP, это Global Education Leader Partnership, то есть это партнёрство лидеров образования в разных странах, я понял, что совершенно неважно, какая страна какую правильную систему компетенций выберет. Важно то, что так или иначе мы, помимо сухих знаний, в системе образования начинаем обустраивать поляну действия. И в ходе этих действий у них появляются те или иные компетенции. В какую структуру они будут вписаны? Ну, то есть это деятельностный подход, да? Так называемый. Ну, я стараюсь говорить языком, который характерен для разных стран. Вот doing, действие, activity, то есть то, что мы подвигаем учащихся к тому, чтобы уметь что-то делать. И вот пробы в разных ситуациях, с учётом разных возрастных особенностей, пробы дошкольников – это одно, пробы старших школьников – совершенно другое. Значит, вот с учётом этой возрастной динамики, появление в образовании отдельных задач, чтобы научиться что-то делать, это для меня общая рамка для самых разных компетенций, как бы мы их ни называли, как бы мы их ни описывали. А что из России заимствуют зарубежные какие-то партнёры и так далее? Что их привлекает, скажем так, в нашей системе образования? Есть такая седьмая рамочная программа европейская. Что это такое? Это кооперация исследователей из разных стран Европы, и на самом деле не только Европы, в седьмой рамочной есть сателлиты, страны, которые участвуют попутно. И они недавно делали систематизацию всех образовательных технологий, всех новаций в системе образования XX века, среди которых можно было выделить, что наиболее успешно работает. И они договорились о такой карте разных новаций. По всему миру, да? По всему миру. И там есть один российский учёный, это Лёв Семенович Вогоцкий, который, собственно, обогатил мир вот этой идеей зоной ближайшего развития. И это, безусловно, очень крутая находка. Механизм влияния произведения искусства на психику, он перенёс систему образования. Так появилось понятие зоны ближайшего развития. Вот такой специальной паузы, которую учитель умеет удержать вместе с ребёнком, не давая ему ответ, да, но оказывая такую помощь, которая балансирует на вот этом разрыве, когда ребёнок находит собственное решение. Мой научный руководитель говорил им, вы, когда идёте преподавать, у вас главное должен быть стульчик. Вы должны понять тот момент, когда они близки к открытию, но сесть на стульчик и сидеть. И оно будет окрашено эмоционально. Вот вы меня спрашивали, какой образ у вас возникает, когда вы находите решение. У них возникнет свой образ. Не образ подсказавшего человека, и потом выветрится, да, а свой личный, ну как бы впечатанный, он ими сами построен. Созданный. Созданный. Вот эта идея зоны ближайшего развития оказалась чрезвычайно плодотворной. И поэтому, конечно, основное наше всё – это Лев Семёнович Выгодский. А что в 21 веке важнее – грамотность или творчество? Мы, наверное, в советское время под грамотностью понимания понимали знание правил. Вот ты знаешь правила, соответствующие с ними действия, значит, грамотный. Сейчас это уже не так. Сейчас под грамотностью понимается умение написать понятный для определённой аудитории текст. Вот напиши, не знаю, про московскую кольцевую железную дорогу текстом, понятным для бабушек. А теперь напиши текстом, понятным для детей подросткового возраста. Умение о чём-то рассказать убедительно – это элемент грамотности. Умение подобрать информацию под собственный аргумент – тоже грамотность. Сама грамотность изменилась. Это уже не только следование определённому набору правил. Ну и не фактология. И не фактология. Грамотность меняется. Поэтому в новой грамотности творчество, безусловно, присутствует. Хотелось бы поговорить по предмету, по выбору. Я Вас уже об этом спрашивала. Вы сказали, что да, появилась возможность от каких-то предметов отказываться, либо какие-то изучать в определённых рамках. То есть, ну вот расскажите об этом поподробнее. Это ещё не все школы внедрили. Это постепенный такой переход, когда есть 9 предметов, которые надо выбрать обязательно. Например, в приведённом вам примере из блока естествознания, где есть химия, биология, физика. Значит, сейчас, по-моему, туда астрономию ввели. Или спорят, что введут. Ну, я не помню. И интегрированный курс естествознания там есть. Вот сейчас точно там есть. Есть естествознание, физика, химия, биология. И человек говорит, вы знаете, я возьму интегрированный курс естествознания, я про всё, про чуть-чуть, и не буду химией, биологией, физику. Это один вариант. Второй вариант. Я собираюсь поступать, заниматься физикой и биологией. Вот на стыке, да, это мне интересно. Я выберу физику, биологию и химию тоже выберу, да. Это ещё один вариант. И есть вариант, когда человек говорит, нет, я вообще с этим естествознанием не хочу иметь дело. Вот я возьму чуть-чуть биологии, да. Она мне там интересна в разных местах. Больше ничего брать не буду. То есть, есть совершенно разные варианты изучения блока естествознания. А учителя вообще к этому готовы? Школы к этому готовы? По-разному. В каких-то готовы, в каких-то нет. Мне кажется, прям очень не готовы большинство. Ну, это же длительный процесс, на 8 лет рассчитан. А когда он стартовал? Стандарт был принят в 2012 году, а полностью его введение планировалось с 2020. Ну, меня вот интересуют связки. Допустим, вот принят такой стандарт, да, а потом в следующем году скажут, а давайте-ка все будем ЕГЭ по физике сдавать. И люди откажутся от физики, а потом как они будут вообще? Знаете, я тоже очень осторожно к этому отношусь. Сейчас говорят о том, что должно быть не два обязательных ЕГЭ и третий по выбору, а пять. Три язык, да, по-моему. Ну, да. Ну, сейчас о пяти говорят. Что вот, например, надо добавить историю, чтобы все обязательно так же, как физику и математику. Как математику и русский язык. Или, например, добавить общество знания, что граждане должны быть сознательны. Или, например, обязательно добавить физику, потому что физика наша все, и у нас не хватает этой прикладности точных наук, и все должны этому научиться. Вот об этом, так сказать, часто говорят. Ну, вот я своим коллегам, кто за такие перемены выступает, обычно говорю, что достаточных аргументов тут не хватает. Мне нравилась фраза, которую любил говорить Андрей Александрович Фурсенко, что не надо кошмарить школьников, что вот есть, ну, некоторая устоявшая конструкция 2 плюс 1, пусть она 10 лет поживет. Но, мне кажется, надо при этом пропагандировать, что по выбору берите, сдавайте сколько угодно, ничего не бойтесь. Мне вот еще интересно понравилось, что во Франции, например, классы параллельные перемешивают каждый год, да, и меняют классного руководителя. Вот, как вы считаете, правильно это, неправильно? Знаете, это характерно для систем с достаточно такой централизованной моделью управления. То же самое делают в Японии. Нельзя работать более 3-4 лет администратором, учителем, и детей каждые 2 года перемешивают из класса в класс. Это характерно для тех обществ, где быстро иерархизируется социальная структура, где выбирают главного, и он обрастает определенными сюзеренами, они начинают с всех остальных, где сегментируется социальная структура. Там, где это происходит, с этим интенсивно борются за счет такого перемешивания. Для нас это актуально? Я думаю, что у нас это может быть не так сильно развито, как в той же Японии, например. У нас социальная, мне кажется, структура более мобильная. И последнее у нас – это единый учебник и ЕГЭ. Есть ли вообще между ними какие-то корреляции? Вот мой первый вопрос. Ну, я думаю, что те, кто разрабатывает измерительные материалы для ЕГЭ, они были бы очень заинтересованы в едином учебнике. Потому что, собственно, все те задачи, которые есть в этом учебнике, нужно каким-то образом не сильно преобразовать, приложить, чтобы они были и в ЕГЭ. Мне кажется, у нас примитивно к системе образования, чем она отличается от какой-то более узкой отрасли, как Росатом, или, я не знаю, какой-нибудь судоходная компания. Значит, вот в образовании очень разные есть группы, которые лоббируют те или иные реформы. И, казалось бы, иногда министр вынужден, будучи приезженцем одной группы, не соглашаться с той группой, которая его выдвинула, и принимать решения противоположной группы. Это зачастую происходит. У всех министров это было. Я наблюдал просто за этим. И вот применительно к ситуации ЕГЭ единого учебника, конечно, для такого жесткого ЕГЭ, который по понятным схемам делается, выгоден единый учебник. Но если мы становимся на позицию формирования, о чем мы говорили с вами выше, критического мышления, навыков принятия решения в постоянно обновляющейся ситуации, если мы хотим этого добиться, то нам важно, чтобы была возможность выбора учебника с точки зрения тех проблемных ситуаций, которые наиболее благоволят этому учителю. То есть тех тем, того проблемного видения истории, на котором он собирается сосредоточиться. Конечно, фактологические решения, ключевые даты, ключевые события, об этом должна быть полная договоренность. Но интерпретации по тем или иным событиям, подача проблемная тех или иных событий, она может отличаться, это, собственно, и формирует в последующем критическое мышление. То есть вы против единого учебника? С точки зрения человека, который считает нужным формировать навыки критического мышления, да. Но к ЕГЭ, насколько я понимаю, вы относитесь положительно скорее? Скорее, да, именно потому, что он и дает возможность того социального перемешивания, о котором мы с вами говорили. Ведь вот я работал в конце 90-х годов в школах, не было никакого ЕГЭ, и к чему ситуация шла? Она шла к тому, что вузы, набирая себе абитуриентов, спускаются в школу и говорят, что вот в этой, в этой, этой школе будут такие же задания, мы их заранее прорешаем, какие потом будут при поступлении ко мне в вуз. И получалось, что в этот вуз могут поступить только те, кто уже после девятого класса, а порой и раньше даже, да, потому что вузы спускались все ниже и ниже, в половине детских садов, которые заранее определились, что они будут, там, не знаю, машиностроителем или там экономистом, что они в наш вуз пойдут. И это задавало ситуацию слишком рано, раннего самоопределения и невозможности людей перемешиваться. Он просто не мог попасть в этот вуз, потому что туда дорожка заказана, тем, кто пошел там в школу номер X. Мне кажется, что пока еще не научились делать хорошие измерительные материалы. Тут пройдет несколько лет. У нас в самом деле по большинству, не по всем, но по большинству предметов у нас работают команды, создающие измерительные материалы, ну так скажем, не самого лучшего качества. Не потому что это какие-то мерзавцы и плохие люди, просто действительно у нас нет научной школы в этой области. И для того, чтобы сделать хороший измерительный материал, хорошую задачку, нужно пройти несколько сид, несколько процедур просеивания. То есть пройти через несколько лет и увидеть, что вот эта задачка, она в разные годы по-разному решается, не работает. А вот эта задачка более-менее равномерно решается. Вот эта задачка, она что-то выявляет, а это не выявляет. И для этого нужно накопить статистику. Здесь нет умозрительного решения. Вот это хорошее, это плохое. То есть эксперты могут такие решения давать, но это лишь субъективные решения, объективную картинку покажет только несколько лет тестирования. И через это надо пройти, накопить определенный багаж опыта. Тут другого решения быть не может. Как вы считаете, почему вообще вокруг ЕГЭ столь бурное обсуждение и такие полярные мнения? Ну потому что, как бы многие эксперты не хотели, и я, наверное, тоже этого бы не хотел, это стало центральной самой заметной реформой. И уже много лет причем. Очень много лет это центральная вообще тема всех новостных лент и так далее, и так далее. Почему? Потому что она действительно касается всех, кто проходит школу, и она действительно нацелена на то, чтобы сделать систему перехода с одного уровня образования на другой предельно независимой. Это испытания, которые проходят все. Ну я не знаю, с чем это можно было бы сравнить? С демократией. Всем не нравится, но лучше ничего не придумали. Ну в общем, да. Ее все ругают, считают, что решения, которые появляются в ходе демократических механизмов, не работают, но ничего лучше не возникает. Наверное, с ЕГЭ мы оказались в похожей ситуации. Вы смотрели проект по понятиям. Меня зовут Альбина Шакирова. В гостях у нас был ректор московского городского Игорь Римаренко. Смотрите нас на канале YouTube МГПУ. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»